Качеством коммунальных услуг жители недовольны. В эфире дежурный по городу. Здравствуйте. Карл Маркс и 432 жильцы нескольких квартир никак не могут добиться от коммунальщиков утепления стен дома. Каждый год обещают, что у нас будет сделано напыление или как-то теплоизоляция стен. У меня даже есть все документы. И в этом году мне обещали, что в сентябре месяце ремонт этого теплоизоляции у нас стоит в плане. До сих пор говорят, что денег нет. Ждите. Управляющие компании на ЖИО. ЖИО на управляющие компании. Поэтому мы не знаем, куда еще обращаться. Как еще кого просить, чтобы это убрали? Чтобы хотя бы свои обещания выполняли? Мне, во-первых, когда этот грибок начался, мы пробовали все эти современные средства. Березка и так далее. Ничего это не помогало. Когда я обратилась в очередной раз в дом управления, там мастер сказал, а возьмите, говорит, отработанную воду после карбид, после сварки. И ей, вот только ей кое-как спасаемся. До сих пор каждый год ходим, каждый год нам все это обещают. Все стены в ужасном вот таком состоянии. Улица Каховская 46, жильцы первой квартиры больше года не могут пользоваться санузлом. Вот год назад нам пришли, во всем доме не было воды холодной. Вот, искали, где прорыв. Искали, искали, нашли. В коридоре выкопали, у меня в туалет весь раскопали. Вот, все побросали, воду восстановили. И вот год я как сижу вообще без туалета. Вот, и они мне сказали, что мы, говорит, уже ничего не делаем, вы сами восстанавливайте, как хотите, ваши проблемы. Вот, и год их так и нету. Ну, Вэк как бы от нас отказался, вот, и пришлось нам своим силам немного установить все. Туалет, как вообще не было и не будет, и нет его. Трубы мне не поменяли, я не могу даже перекрыть воду, когда мне соседи заливали, я не смогла перекрыть. Вот. Дыра была настолько, что крысы полезли. Пришлось засыпать керамзитом, залить пол. Но туалет опять не можем поставить, потому что, боимся, трубу прорвет, опять мне все разобьет. Сколько моих трудов уйдет. Вот. И компания эта, другая, нами не хочет заниматься. В общем, мы никому не нужны. Квитки нам не приходят. Ничего у нас нету. Куда мы не обращались, говорят, пока никого нету, подождите, вы пока одни. Ну, типа вот так вот. Ну, просьбы. Помочь, наверное, восстановить, хотя бы трубы поменять. И остальное уж мы сами сделаем. Улица аэродромная 20, хозяйка 40-й квартиры, на протяжении нескольких недель лишена элементарных вакцивилизаций. Три недели назад у нас лопнул вот этот вот тройник, и он течет на соседей из четвертого этажа, по стенам, у соседей везде. Вот. Жалобы у меня не появились. Аварийная служба приезжала три раза, 12, 18, 19 числа. Все это зафиксировано у них в журнале. Жалобы Надежда Алексеевна Ларских, начальница ЖУ номер 6, у меня не принимает. Ни заявления, ни копии заявлений, ничего как бы не выдана. Вот. Мы не можем пользоваться ни унитазом, у нас нет доступа. То есть мы начинаем сливать, все это льется сразу на соседей, потому что это сделать никак самостоятельно нельзя. Ни унитазом, ни раковиной, ни ванной, ничем пользоваться не можем. Здесь у нас вот горы белья, которые мы накопили за три недели. То есть все, доступа никакого к воде у нас нет. Не приходили, не смотрели, потому что заявление не принято, слесарь нам не высылался. Когда я позвонила туда, мне сказали, что у вас ничего не течет, вы никого не заливаете. То есть соседей мы, получается, не заливаем. В ГЖИ знают, что я по поводу стыка. Они мне говорят, девушка, вы по поводу стыка? Я говорю, да. Они говорят, с вами никто разговаривать не будет. Вот ящик для объявлений, и я должна опять оставаться без воды. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok